Цена бесценного Нейлоновые струны легко вибрировали под натиском его пальцев. В них не было резковатого звона, который издавали их металлические братья. Напротив, их вибрации отдавали в пространство мягкий и бархатистый звук. И именно за это Фредерик любил классические гитары, несмотря на то, что они были не особо популярны в современном мире. Впрочем, популярность или непопулярность чего-либо его мало волновало. Важнее было, нравилось ли ему саму это самое что-либо. Благодаря настойчивой практике, инструмент сопротивлялся ему все меньше и меньше. Он уже давно не задумывался над тем, как это сыграть, а просто брал в руки гитару и позволял мелодиям в своей голове вырваться наружу. Практически беспрепятственно. Однажды Фредерик осознал, что перерос в свою гитару. Осознал, что ему хочется чего-то большего, чего-то настоящего. Да, эта гитара была вполне неплохой даже для своей цены. И все же это была обычная фанера. Дешевая, хоть и крепко собранная гитара из ламината. Это был даже не инструмент начального уровня, это была имитация, игрушка, не имеющая ничего общего с настоящим музыкальным инструментом, кроме внешнего вида. Первая его гитара и единственная, в общем-то, покупая которую, он даже не подозревал, насколько увлекателен будет этот путь. Это была та самая импульсивная и спонтанная покупка, о которой люди обычно жалеют в итоге. Но Фредерик не пожалел ни разу. Он слышал, как звучали гитары из массива, как это было принято называть. Гитары, верхняя часть которых, дека, состояла из тонких, но цельных листов древесины. А некоторые так и вовсе состояли из цельных листов дерева полностью, включая заднюю и боковую части. Конечно, и цены за такие гитары могли улетать куда-то в заоблачные дали. Оправданы они были, эти цены или нет, это уже было другим вопросом. Но одно Фредерик знал наверняка. Звучали гитары из массива совершенно иначе, нежели их фанерные отдаленные родственники. И поэтому ему нужен был настоящий музыкальный инструмент, звучащий по-настоящему. С точки зрения логики, все это было совершенно абсурдно, как он считал. Ведь увлечение гитарой не приносило денег, более того, занимало время на практику. То время, которое можно было бы потратить на что-то более продуктивное. Но поделать ничего с собой он не мог, и его необъяснимо тянуло к этому инструменту, вопреки всякой логике. Поэтому он просто сдался однажды этому порыву, перестав искать какие-либо оправдания для себя за это. За то, что тратит время попусту, проводя его с гитарой. Его основной источник заработка приносил кое-какие доходы, поэтому с экономией на еду он накопил необходимую сумму на гитару из массива. По его расчетам, этой суммы вполне должно было хватить на хороший инструмент среднего уровня. Средний уровень – это, конечно же, тоже не бог весть что, но все же лучше, чем бездушный ламинат. Размышлял он, слушая урчание в пустом желудке. Благодаря буйству современных технологий, стремительно уносящих человечество в технологическое будущее, покупки можно было совершать, не выходя из дома. Однако Фредерик решил все-таки не рисковать и пощупать свой будущий инструмент перед покупкой. Несмотря на то, что это слегка ограничивало выбор, ведь ассортимент местных музыкальных магазинов был ограничен, по сравнению с практически безграничным выбором инструментов, которые предоставляли торговые площадки интернета. Блуждая по городу, он наткнулся на неприметный музыкальный магазинчик чуть ли не случайно. У него даже не было какого-то особого названия, и на вывеске красовалась лишь скромная надпись «Музыкальные инструменты». Слово «инструменты» было написано с большой буквы. Больше не было ничего, даже графика работы. У Фредерика уже было на примете несколько магазинов, адреса которых он заранее узнал в сети, однако этого в списке не было. Сказать по правде, у него даже не было особого желания тратить время на эту непредвиденную остановку, потому что внешне магазин явно не внушал особого доверия своим невзрачным видам. Однако холодный ветер настолько разгулялся, что ему просто захотелось немного согреться. Поэтому он пожал плечами и, потянув ручки двери, шагнул внутрь, проваливаясь в теплоту помещения. Внутреннее пространство магазина было небольшим, но каким-то необъяснимо уютным. Легкие наполнились приятными древесно-хвойными запахами с цветочными нотками. И уже одно только это заставило Фредерика смягчиться и даже немного пожурить себя за то, что он сперва смутился невзрачной внешней стороне магазина. Внутри он был прекрасен. Фредерику даже послышалось тихое пение птиц, но это уже явно было игрой его воображения. Он словно перенесся во времени и попал в мастерскую какого-то древнего мастера. И даже неолоновые лампы, освещающие полки с музыкальными инструментами, выглядели так, будто были сотворены в ту эпоху, когда практически все повседневные предметы украшались почерными узорами, гравировками и прочими деталями дизайна, которые в современном мире давно уже считались излишеством и пустой тратой ресурсов. Кассовый аппарат, возвышавшийся на мраморном столике, и тот был украшен своеобразной гравировкой, не говоря уже обо всех других предметах, находящихся в помещении. Окна с внешней стороны магазина были зеркальны, поэтому вся эта красота оставалась незаметна для прохожих. И это казалось довольно странным на первый взгляд, ведь таким образом отсеивалась огромная масса потенциальных покупателей. Возможно, владелец как раз и хотел таким образом отсеять ненужных зевак, чтобы тратить свое время только на того, кому действительно нужен музыкальный инструмент, а не просто заглянул ради любопытства. Появилась мысль в голове Фредерика. Эта мысль заставила его еще раз конфузиться, ведь он как раз и являлся этим, заглянувшим просто ради любопытства зевакой. «Я уж было подумал, что вы пройдете мимо, так и не заглянув». Раздался голос из глубины помещения. Фредерик так засмотрелся на красоты помещения, что сперва даже не заметил владельца магазина, войдя внутрь. В том, что это был именно владелец и вообще единственный работник магазина, Фредерик почему-то ни капли не сомневался. Старик выглядел довольно приветливо, даже несмотря на пронзительный, сверлящий взгляд. И в его вопросе совершенно не чувствовалось никакой издевки, только добродушное любопытство, не более. Поэтому Фредерик расслабился и отпустил внутреннее напряжение, возникшее сперва. «По правде сказать, я заглянул к вам просто, чтобы согреться», — ответил Фредерик откровенно. «Но все же музыкальный инструмент меня тоже интересует». Свои догадки о том, почему владелец магазина совершенно не заботится о рекламе и закрывает от посторонних глаз внутренние помещения, Фредерик уточнять у него не стал, даже ради любопытства. Будь то чувствуя, что старик каким-то образом и так прекрасно знает об этих предположениях и мыслях, возникших в голове внезапного посетителя. Поэтому незачем тратить время на обсуждение этой ерунды. Зачем, если в это время можно обсудить что-то действительно интересное? «Ну что же, значит вы сможете найти здесь и то, и другое», — отозвался старик, улыбнувшись. Вот так, легко и непринужденно, и даже без всяких приветствий, беседа между посетителем магазина и его владельцем завязалась сама собой. Уточнив, какой именно музыкальный инструмент интересует Фредерика и какой в бюджет, который он готов потратить на его покупку, Старик показал ему несколько экземпляров. «Верхняя дека из массива ельзи», — произнес старик, кивая в сторону гитары, которую первой взял в руки Фредерик. «Говорят они звонче, чем из кедра», — ответил Фредерик, проводя пальцами по струнам. «Скорее ярче, более открыто», — улыбнулся старик, понимая, что посетитель пришел с небольшой базой знаний. Но и в темном звучании кедра тоже своя прелесть, особенно в сочетании с палисандром. Пробуя разные гитары, Фредерик обсуждал с владельцем магазина влияние разных типов древесины на звук. И тот охотно поддерживал беседу, приводя свои доводы в пользу тех или иных видов дерева, различных форм гитары и прочих деталей. В итоге они дошли до того, что даже коснулись тем религии, мироздания и влияния звука на сотворение мира. «Если Бог существует, то Он наверняка создал этот мир с помощью музыки», — пела очередная гитара в руках Фредерика. «Быть может, так она и была», — отвечал старик. «Два человека могут не понимать язык друг друга, но оба с легкостью поймут грустная мелодия или веселая, без всяких слов. Разве это не удивительно?» «Казалось, что старик просто давно не общался с кем-то на подобные темы, и поэтому с таким удовольствием обсуждал это. А быть может, он делал это просто из вежливости». «Да бросьте, торопиться нам совершенно некуда», — уверил старик, когда Фредерик произнес, что ему уже неловко от того, что он занял столько его времени. «Я вижу, вы давно поглядываете на ту гитару у стены. Хотите попробовать?» «Она должно быть очень дорогая», — ответил Фредерик, в очередной раз взглянув на необычный музыкальный инструмент. «Все равно не по карману, так что...» «Да, она бесценна», — произнес старик. «И именно поэтому вы просто обязаны попробовать сыграть на ней». Не обращая внимания на вялое возражение Фредерика, старик взял гитару и протянул ее собеседнику. На вид она выглядела совершенно новой, девственной. Но при этом было необъяснимое ощущение того, что ей уже тысячи лет. Причудливые символы покрывали гриф и деку. В руках она чувствовалась практически невесомой. Еще даже не коснувшись струн, Фредерик ощутил безмятежный покой, растекшийся по телу. Это было похоже на бесконечный океан, спокойный, теплый, в который погрузилась его плоть. Лежа на спине и раскачиваясь на едва заметных волнах, он смотрел на ночное небо, густо покрытое звездами. Когда он наконец коснулся струн, на некоторое мгновение все вокруг исчезло, даже бесконечный океан. Но уже через миг пустота начала заполняться. Фредерик даже не понимал, что именно заполняло эту пустоту. Какие-то образы из прошлого, из будущего, все перемешалось. Тогда он немного изменил давление на струны, и образы начали выстраиваться в более упорядоченную и прекрасную форму. Он словно был свидетелем сотворения нового мира. Прошла должно быть бесконечность, прежде чем Фредерик наконец осознал самого себя, вернувшись в свое тело. Необычная гитара была уже снова на своем месте, а старик протянул Фредерику чашку с горячей жидкостью, по запаху напоминающую зеленый чай с какими-то специями. То еще приключение — держать ее в руках, да? Сверкали глаза старика. Не то слово. С трудом выдавил Фредерик, все еще не до конца придя в себя. Это просто с непривычки. Подбегнул старик, пригубив свои чашки. Просто удивительный инструмент, произнес Фредерик, выдыхая кедровый аромат. Они с удовольствием проговорили еще несколько часов, наслаждаясь беседой и обсуждением совершенно разнообразных тем, далеко за пределами музыки и гитар. Однако всему наступает конец однажды, и Фредерику необходимо было наконец сделать выбор, касаемо своего нового музыкального инструмента, или вернее сказать первого, настоящего. Гитара, которую он выбрал, приятно отдавала вибрации по всему его телу. Да, были и более дорогие варианты гитар, не говоря уже о той, бесценной. Но и это его вполне устраивало. По крайней мере, это был уже полноценный музыкальный инструмент в его руках. Инструмент с душой. И это было самое главное. А то, что существовали более дорогие гитары, с более богатым звучанием и более тонкими оттенками, его мало интересовало. Или, быть может, он просто пытался обмануть себя. «Все верно», – произнес старик. К тому же, важнее все же не инструмента, тот, кто пользуется этим инструментом. В руках мастера зазвучит и табуретка. Это будет больно, неудобно, но он заставит ее зазвучать в итоге. Вряд ли я достигну такого мастерства. Иногда кажется, что это невозможно. Но все же я рад, что наконец в моих руках не табуретка, а настоящая гитара. Улыбнулся Фредерик, продолжая перебирать струны. Когда какое-либо действие по-настоящему доставляет удовольствие и откликается в душе, «Слова вряд ли невозможно теряют свою силу», – подмигнул старик. «Это отличная гитара. Я почему-то был уверен, что вы выберете именно ее. Берегите ее, и она отплатит вам тем же». Пока Фредерик был отвлечен подсчетом необходимой суммы, старик упаковал его гитару в кейс. «Боюсь, что на кейс, да еще и такой, у меня не хватит денег», – с досадой произнес Фредерик, глядя на кейс, покрытый узорами и сам по себе являющийся произведением искусства, не говоря уже о гитаре, находящейся в нем. «Денег вовсе и не нужно, друг мой», – махнул рукой улыбающийся владелец магазина. «Считайте это подарком за отличную беседу». Фредерик был очень растроган и мысленно пообещал себе что-нибудь придумать, чтобы отблагодарить своего нового знакомого в будущем. Распрощавшись со стариком на теплой ноте, он направился домой нигде не задерживаясь, чтобы поскорее прикоснуться к своей новой гитаре. Свою старую учебную гитару он планировал повесить где-нибудь на стене квартиры, просто как память о том, что именно эта неожиданная и импульсивная покупка привела его в итоге к этому прекрасному моменту в его жизни. Переступив, наконец, порог своей квартиры, Фредерик наспех переоделся и полный предвкушения прикоснулся к замку на кейсе, в котором хранилось его новое приобретение. Однако вместо приятных эмоций его ожидал шок. Изнутри на него смотрела вовсе не та гитара, которую он купил, а та, которую он выбрал по-настоящему, хоть и не хотел признать это. Это была та самая бесценная гитара. Его переполняли двоякие чувства в тот момент. С одной стороны, он был рад еще раз прикоснуться к этому удивительному инструменту, пусть и на мгновение. Но с другой стороны, он прекрасно понимал, что эту гитару все равно нужно будет вернуть владельцу. Со вздохом он закрыл кейс, даже не притронувшись к гитаре. Нужно было как можно скорее вернуться в магазин и отдать ее старику. Похоже было, что владелец магазина, так же как и Фредерик, настолько увлекся беседой, что просто по ошибке положил в кейс не тот инструмент. Вернувшись к музыкальному магазину, Фредерик не обнаружил вывески. Да и дверь была совершенно другой. Он перепроверил адрес и тряхнул головой. Это было то же самое место, в этом не было никаких сомнений. Он постучал и не услышав ответа, подергал ручку. Дверь была заперта. Все это было странно настолько, что он даже подумал, что события прошедшего дня просто причудились ему. И все же кейс с гитарой был в его руках, вполне настоящий. Единственное объяснение, которое он нашел для себя, это то, что старик, похоже, убирал вывеску каждый раз после закрытия магазина. А заодно он каждый день меняет дверь, да? Возникла саркастическая мысль. На улице темнело, а логичного объяснения происходящему так и не находилось. Поэтому Фредерик решил оставить эти бессмысленные потуги и вернуться сюда на следующий день. Возможно, он и правда перепутал адрес. А возможно, старик и правда меняет внешний вид своего магазина до неузнаваемости каждый день. Или же Фредерик просто спятил. Такое вполне было возможно тоже. В любом случае, нужно было возвращаться домой, а решение попытаться найти утром, с более ясной головой. Спать он ложился обычно довольно поздно, поэтому в запасе у него было еще несколько часов, чтобы поразмышлять о случившемся. Чтобы чем-то занять себя и отвлечься от этих бесплотных размышлений, Фредерик решил все же немного поиграть на гитаре, по ошибке, вырученной ему стариком. При этом приложив все усилия, чтобы не оставить на ней ни царапинки, конечно же. Он открыл кейс и бережно взял в руки бесценный инструмент. Фредерик был так увлечен разглядыванием гитары, что даже не сразу обратил внимание на листок бумаги, покоящийся на дне кейса. Лист был сложен пополам, и на внутренней его стороне проглядывался оттиск рукописного текста. На внешней стороне была пометка моему другу Фредерику. Никакой ошибки здесь нет, мой друг. Эта гитара действительно бесценна. И теперь она ваша. Ведь именно ее вы выбрали на самом деле, пусть даже не осознанно. Не так ли? А она, видимо, выбрала вас. Немногие способны оценить хороший инструмент по-настоящему. И я благодарен вам за это. А также благодарен за прекрасную беседу. Как уже и говорил, берегите ее, и она отплатит вам тем же. Постскриптум. Ах да, не ищите этот магазин. Его все равно не существует. По крайней мере в этом времени и в этой реальности. Звучит странно, я знаю, но вы разберетесь. Главное, продолжайте свой путь. Белые облака неспешно двигались в светлом фиолетовом небе, переливаясь между собой. Бирюзовая вода океана отражалась в этих облаках, а отсутствие четкой линии горизонта создавало иллюзию. Будь то воды океана сливались с небом, создавая единое целое. Вполне возможно, что так она и была на самом деле. Как бы там ни было, этот вид был прекрасен. Так же и прекрасен, как и пение струн, под натиском пальцев, не знающих усталости. Владелец гитары забывал об усталости в такие моменты. Сотворение новых миров оказалось не таким уж и простым делом. Но, как говорил его старый друг, тяжесть любого дела растворяется и исчезает, когда дело откликается в душе по-настоящему. Александр Рамзирас, ноябрь 2022 года, планета Земля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...